И позвать нашего гостя Дмитрия Селастьянова. Он директор компании Ремарк. Вы приехали из Челенин теперь? У вас не работает микрофон? Да, действительно. Спасибо за представление. Меня действительно зовут Дмитрий Селастьянов. Я директор агентства Ремарк. Мы профессионально занимаемся внедрением P324 в отделы продаж. Я сегодня хочу поговорить про секреты настроек P324, которые позволят успешно внедрить CRM-систему. Судя по теме, наверное, важно сделать вывод, что я буду говорить про какие-то такие технические фишки. Это действительно так. Я вам рассказываю про робот CRM, про бизнес-процессы, про джет-боты. Но будет еще один компонент, про который часто забывают и который является причиной многих успешных и неуспешных тренеров. Надеюсь, я это заинтриговал. Давайте начнем. Успешный тренд CRM. Из чего оно состоит? Оно, конечно же, должно состоять из отличного продукта, лидирующего продукта. Оно должно состоять из хорошего настройки, компетентного внедреца, партнера, подрядчика. Оно должно состоять из обученного профессионального отдела продаж. Какой еще может быть компонент, который позволит успешно внедрить CRM? Часто мы забываем, что люди, которые в обычной жизни покупают абонемент в тренажерный зал, а потом туда не ходят. Люди, которые покупают стиральный порошок, потому что в нем есть микрограммы, умные микрограммы, которые находят на тряснение, на одежду их определяют. Забываем, что эти люди, когда приходят на работу, они остаются такими же. Они превращаются в умных роботов без своих людских черт. Поэтому люди — это проблема. Многие средства автоматизации позволяют избавиться от многих проблем, но люди остаются всегда. V2B-продажи, сложные продажи недвижимости, например, они всегда и еще долгие годы будут сопровождаться от работы людей. Именно поэтому я бы хотел сегодня очень много внимания выделить этим аспектом. Вначале я хотел с того, что рассказать про эффект разбитых окон. Кто-то о нем слышал? Ну да. Этот эффект или теория разбитых окон появилась в 1982 году для решения и в ходе решения кривористических задач уменьшить количество преступлений. И название свое взяла с такого эффекта, что если в здании разбить хотя бы одно окно, то очень высока вероятность, что в ближайшее время все окна будут разбиты и будет поджаться обстановка в этом районе. Есть несколько экспериментов, которые показывают. Кстати, мой любимый эксперимент хочу описать. Около магазина, где вокруг чисто и убрано, убрали мусорные пупы. И на парковках, на велосипедах гостей магазина прикрепили рекламу неизвестного магазина, другого парашюта. И посмотрели их поведение. Замерили, сколько процентов людей будет кидать мусор на воду. Потом нашел такой же эксперимент, но при этом расписал граффити вот эту стену, где были паркованные велосипеды. Оказалось, что процент на втором случае был в разы выше те же люди и введите это совсем по-другому, а не мусорами в обстановке, когда было и так грязно. Какой можно сделать вывод? Вывод можно сделать такой, что людям свойственно подстраиваться под проведение окружающих следов. Если переносить этот эффект на работу в вашей компании, в вашей отделе, то можно предположить, что есть небольшое количество людей, которые всегда соблюдают правила. Есть совсем небольшое количество людей, которые никогда не соблюдают правила, что вы с ним не делали. Но все остальные действуют как все. Работа с CRM-системой во многом состоит из введения карточек CRM. Это контакты, компаний, плиты сделаны. Как выглядит работа продавца? Например, при звонке ему нужно быстро создать компанию. Он успевает во время разговора записать название. Естественно, не успевает записать ничего другого. Такой хаос порождает некорректные заполненные данные. Все остальные сотрудники видят работу своих коллег. И идея о том, что нужно аккуратно ввести CRM, она просто исчезает. И все ведут ее плохо. Зачем мне это делать? Это большая проблема. И эта проблема может вызвать как раз одну из причин провала внедрения. Что можно для этого сделать? У менеджера не хватает времени для заполнения. Менеджеру нужно заполнить эти данные корректно. То есть это две конструктующие задачи. Мы предлагаем, наших разработок предлагаем распараллелить эту задачу и сделать заполнение данных параллельным с работой менеджера. Когда менеджер видит карточку, например, он видит название компании, сферу деятельности, количество сотрудников, маркетинг и бюджет. Откуда он может это знать? Но когда он встретился с клиентом, отправил коммерческое предложение, и скажет, что еще раз, конечно, информация уже может получить. То есть получается, менеджер должен работать с карточкой CRM постоянно. Мы предлагаем сделать работу с заполнением данных асинхронной. То есть он заполнил карточку быстро, как мог. Система с помощью бизнес-процесса 5x24 через день его наполнила. Слушай, ты вообще должен заполнить еще email и адрес. Потом через неделю ты еще должен заполнить, допустим, параметр количества сотрудников в компании. Таким образом, напоминая и подсказывая менеджеру, система обеспечит корректное заполнение данных и не позволит ему ошибиться. Есть еще, раз мы сегодня говорим таких эффектов не совсем технических, Есть такой эксперимент в одной из книжных группов по CRM. Провели, взяли статистику, в судьбе американском. Судьи принимали решения по одобрению досрочного освобождения. И получилось, что независимо от тяжести преступления, от самого преступника, количество положительно принятых решений зависело от того времени, был ли судья сын или нет. То есть утром было высокое количество сразу после завтрака, перед обедом снижалось почти до нуля. Это как слово «продажа». То есть заводки и продажи лучше делать после обеда, а вот во время до обеда отлично им можно позаниматься как раз заполнением системы. Например, какие можно задачи с этим решать? Проверка заполненности, допустим, сайта, email, телефона. Как и любой массовый продукт, 3x24, например, может дать заполнить карточку компании без сайта. Это нормально. Заполнять данные, метод их получения, не забывать об этом. Не дать особое правило. Например, мы запрещаем писать название компании и название верлица, потому что у многих компаний может быть 3 верлица, и это будет хаос в данных. И последнее – это можно разгрузить продавцов, делегируя задачи на стажер. Отличный способ снизить эффективность лучших продавцов – это заемности к рутины. Кроме заполнения сами карточки CRM, конечно же, еще идет непосредственно работа со сделками и с делами. Михаил упомянул такой сценарий, когда система напоминает с помощью робота о том, что нужно что-то сделать. Я сейчас чуть-чуть улыблюсь в этом. Как выглядит стандартный робот IPX24? Создалась сделка или лип. И система в течение одного часа или дня напомнит ему о том, что нужно обработать. Если через день не обработан, то напомнит ему критическое напомнение. Если еще не обработан, то руководит. Напишлось напомнить. Она каким-то образом сообщит в виде за четыре уведомления о том, что нужно это сделать. В чем тут нюанс? Нюанс в том, что мы по-разному относимся к уведомлениям в зависимости от их частотности. Если вы подписаны на какие-нибудь группы в Телеграме, если вы получаете сообщение раз в день, то это важно. Если раз в месяц, то очень важно. А если у вас каждый день по 20 уведомлений, то вам это не стоит иметь смысл. Получается, что чтобы на уведомления люди реагировали, их нужно наносить по разным каналам, в разных слоях. Для таких уведомлений, важных уведомлений, нельзя использовать то же самое уведомление, что уведомление о том, что там написали комментарии в задаче. Для этого мы предлагаем использовать такой банальный канал, как SMS. Давно получали SMS-ку от кого-нибудь? Можно сделать так, чтобы руководитель раз или два в неделю получал SMS, когда нарушен какой-то жесткий регламент. Вы на него сможете легко отреагировать, или сотрудник отреагирует на это сообщение совсем по-другому, как если это очередной e-mail или очередное сообщение. То есть использовать другие слои для критичных уведомлений помогает решить задачу. Второе использование робота в CRM – это планирование следующего действия. Это важный этап в момент внедрения CRM, когда, двигаясь по воронке продаж, Bitrix24 подсказывает, что нужно делать дальше. Встретился – отправь КП. Отправил КП – позвони. Здесь есть особый нюанс. Вот на примере скриншот, когда система создала автоматическое дело – звонок после отправки КП. Не будет сотрудник делать этот звонок, если он не понимает, почему. Но я же только что отправил КП. Там все понятно. Клиенту понравится – перезвонит. Но на самом деле не так. В деле исходящий звонок написано – только что отправил КП, завтра перезвони. Потому что в КП чаще всего в коммерческом приложении клиент не читает или не до конца понимает. Настоящая продажа начинается, когда клиент начинает задавать вопросы по коммерческому приложению, а ты начинаешь отвечать. Вот ссылка на видео. Посмотри, как руководитель отдела продаж объясняет этот этап. То есть мы в момент постановки дела учим менеджера, как делать. Объясняем, почему это дело важно и без него не пройдет продажа. Мы называем это триггерным обучением. И это работает автоматически, обучает новых сотрудников и не позволяет старым сотрудникам забыть и работать в своем режиме. Планирование автоматического дела и подсказки и советы отлично работают. И еще один момент. Наверное, многие замечали, что когда в отделе продаж приходят новые сотрудники, особенно компетентные, вначале суперпроизводительные. Через два месяца у него 100 сделок в работе и производительность упала. Почему такое происходит? Мы у себя в компании провели эксперимент. Спросили, сколько у тебя сделок в работе? 50. Давай разберемся, что с этим сделать, что с этим делать, что с этим делать. И получилось, что с большей частью клиентов делать прямо сейчас нечего. Они все в стадии принятия решения или зависли. На самом деле рабочих сделок 5. И это осознание просто самого факта, что у тебя 5 сделок в работе, а не 50, меняет продуктивность продавца. Один из сценариев, когда можно автоматизировать работу с такими сделками, отдав ее либо роботам CRM в виде интернет-маркетинга или автоматических обзвонах, либо автоматизировать это делами на стажеров или младших специалистов, которые будут по скрипту обзванивать зависшие сделки. А лучшие продавцы будут с полной эффективностью и с малым количеством сделок работать на полную. Я проговорил про напоминания и подсказки сотрудникам, но не нужно, конечно, надеяться на то, что любое напоминание он отреагирует и примет к сведению. Конечно же, нарушения всегда есть. Но есть такое но. Основную функцию руководителя можно разделить на мотивационную, организационную и контроль. И легко задать вопрос, можете себе задать, какие из этих функций во-первых, нравятся, приносят удовольствие, а во-вторых, какие из них приносят бизнесу эффект. И третий вопрос, чем вы занимаетесь. К сожалению, многие руководители переходят к постоянному контролированию. Кажется, что если сейчас не быть в отделе продаж, все перестанут обрабатывать сделки, отвечать на звонки. То есть функция контроля замещает все остальные, и развитие отдела останавливается. Решение задачи – это обеспечить контроль в своем режиме. Когда вам удобно как руководителю, тогда и контролируйте. Это может быть недельные планерки, месячные отчеты. Эту задачу можно решить, составляя реестр нарушений. Когда система, когда битрикс24 отправил смс с том, что сделка зависла, ты должен ее передвинуть, но сотрудник проигнорировал, создается в реестре запись о том, что КП не было отправлено в срок, документ не был подписан вовремя и так далее. То есть в определенный момент можно взять и посмотреть реестр нарушений новых сотрудников. Но очевидно, что его использовать нужно не для того, чтобы смотреть на него и сокрушаться о том, какие все плохие и не умеют работать. Его нужно использовать по-другому. Например, можно настроить фильтр для нового сотрудника и посмотреть. Пришел три месяца назад, в первый месяц. 100 нарушений – второй месяц. 30 нарушений – третий месяц – 10. То есть любыми показателями можно управлять, видя их динамику. Это позволяет видеть динамику и замерять, как это все работает. Кроме этого, есть особый момент с регламентами. Представьте, что у вас есть регламент отправить коммерческое предложение за один день. Но при этом технологический блок ваш оценивает два дня и оно физически невыполнимо. Что делают сотрудники? Они, конечно же, не выполняют этот регламент. У вас все нарушают этот регламент. Что с ним происходит? Если нужно за день, а получается за три, ну, минимум, и регламент никогда не соблюдается. В голове у сотрудника появится мысль не о том, что хорошо, я должен это делать за три. У него появится мысль о том, что это нет такого регламента. Он исчез. У вас нет регламента по соблюдению сроков отправки КП. То есть если регламент не выполняется всеми, это возвращаясь к эффекту разбитых окон, то он выключается самостоятельно. Поэтому важно найти те регламенты, которые многими сотрудниками нарушаются, понять почему и либо их изменить, либо провести работу с сотрудниками и сделать так, чтобы они не нарушались. С помощью реестра это возможно сделать. И один из таких последних по порядку, но не последний по важности блок – это мотивация или подталкивание. или это не то, что либо-либо, а то, что это два разных понятия. Для меня мотивация – это задача в голове сотрудника создать новую какую-то мысль, объяснить, зачем нужно делать, зачем нужно выполнять план продаж, зачем нужно зарабатывать больше, зачем нужно обучиться и пройти этот курс. Но часто, я думаю, что вы замечаете, что вы не занимаетесь образованием новых идей в головах сотрудника, а вы повторяете то, что он уже знал. Да, нужно отправить КП вовремя, но очевидно. Да, нужно работать целый месяц, не только последние два дня. Хочу спросить, кто-то последнее время штраф получал в автомобильной, воспользовались скидкой 50%. Вот это подталкивание. Вы знаете, что вам нужно его оплатить. Вы знаете, что вы нарушили это нормально. Но мелкое действие позволило вам быстро закрыть эту задачу, а не оттягивать и не забыть про него потом. Сам термин появился в книге Ричарда Таллера и соавторов еще в 2008 году и широко распространен в государственных службах. Один из примеров, как его можно использовать. Значит, родителям в школе начали отправлять смс, части родителям в классе. Какое смс они отправляли? Через 5 дней экзамен у детей, через 3 дня и завтра экзамен. А кому-то не отправляли смс. За мере результата оказалось, что результаты у детей, чьим родителям отправляли смс, лучше гораздо, чем у других детей. Что это значит? Это значит, что можно небольшими напоминаниями, подсказками менять поведение и действия людей, в том числе ваших сотрудников. На слайде нарисована кривая, похожая на клюшку. Называется эффект хоккейной клюшки. Так часто выглядит график продаж в отделах, когда все основные деньги поступают к концу месяца. Почему это происходит? Потому что первые месяцы только получили зарплату, первые недели вернее, только получили зарплату, в принципе еще куча времени. Потом в середине месяца задумаются о том, что да, действительно план надо выполнять и начинается активная работа. В компании это невыгодно, неравномерная нагрузка на сотрудников, неравномерная нагрузка на колл-центр и неравномерное поступление денег. К чему можно подталкивать? То есть как сделать из этого графика? Ну, график более прямой. Нужно дедлайн в месяц превратить в дедлайн в день или в неделю или более короткий. То есть чтобы мысль о том, что скоро что-то нужно закончить, она возникала чуть раньше. Как это можно сделать? Приведу пример. Это скриншот чата нашей компании. Четбот в общий отдел продаж всем сотрудникам пишет, что сегодня план продаж выполнен на 64%, а должен был на 73%. Ребята, поднажмите. Это простое сообщение позволяет всем быть в курсе, как идут дела и каждому быть вовлеченным. Но этим, конечно, не ограничивается. Один из примеров. Сообщение в пятницу утром. План на неделю был 50 встреч, ты сделал 40 встреч, у тебя еще есть шанс его выполнить. Он еще не провален, не закончен. То есть из дедлайна в месяц, когда бы в конце месяца он получил бы эту информацию о том, что он провалил план, он получает его гораздо раньше. Есть шанс его выполнить. Или такое сообщение. Ты продал на 200 тысяч рублей, это 70% плана, а вот твой коллега выполнил уже на 76 максимум сделал. И тебе нужно продать всего на 100 тысяч там и получить еще 80 тысяч бонус. Это сообщение может быть регулярно быть отправлено. Вы можете задать резонный вопрос. А что, если это сообщение поступает часто, там каждую неделю, как на него будут реагировать люди, не замылится ли взгляд. Хочу продолжить историю, которая была с смс-ками родителями. Чем все закончилось? Эксперимент был завершен, результаты подведены, и родители попросили не останавливать его. Хотя они все знают, что и как, но все равно, когда им периодически приходит напоминание, им комфортнее, и они попросили сотрудников продолжать им отправить смс-ки. Даже зная все эти вещи, даже зная все эти нюансы, все равно они продолжают работать. Можно там фары и ремень на выезде из города, какие-то напоминания, стикеры на холодильнике. Каждый из вас может это замечать, поэтому такие мелкие подталкивания могут работать, даже если это уведомление каждый день. У меня все, спасибо большое. У нас уже есть вопросы, которые пришли через приложение Bittrex.conf. Первый вопрос. Первый вопрос. Если отдел продаж слаб, работают по старинке, как можно их поломать, не выгоняя на улицу? Показать пример. То есть самое сильное звено отдела продаж это руководитель отдела продаж. Я рекомендую самому полностью прокачаться, так сказать, в навыках CRM и быть тем, кто каждый день обучает и наставляет своих сотрудников. Если руководитель отдела продаж считает, что он не должен уметь работать с CRM и на высоком уровне, то шансов нет никаких, конечно. А какие-то мягкие способы, кроме штрафов, может быть гимификация, может быть найти пассионариев и там давать премию за что-то. Есть такие способы? Пульс компании? Мягкие способы сделать, чтобы… То есть мотивация, безусловно, нужна. Я уже высказал, что мотивация – это донести идею сотрудникам, зачем ему это нужно. Что значит слабый отдел продаж? Значит, они не понимают, зачем ему выполнить план или зачем ему обучиться. Нужно эту идею донести. Чтобы ее донести, нужно ее для себя понять или сформулировать ценность для отдела своего. А еще такой вопрос, коренький вопрос. Роман, помашите рукой, пожалуйста, Багаев. Вот, этот человек хочет познакомиться в куларах и узнать о услугах и ценах и так далее. Хорошо. Так, еще вопрос. В каком инструменте B324 ведется реестр нарушений? Это наработка, которую мы для себя и для своих клиентов внедряем. Это универсальные списки. В бизнес-процессе B324 можно создать элемент списка и его хранить там. То есть это универсальные списки. Спасибо большое. Так, есть руки. Тяните руку, я к вам приду с микрофоном. Вы внедряете облачное или коробочное? И ваши внедрения, ваши наработки для облачного или для коробочного? Отличный вопрос. То, что я сегодня рассказал, все можно сделать в облаке. В коробке можно сделать гораздо больше. Но уже база вот это о том, чем я сказал, что тут легко делается в облаке. Это либо встроенные инструменты, либо это приложение, в котором можно работать. Тяните руку, если есть вопросы. А пока я спрошу. Мы рассматривали ситуацию, когда сотрудники, может быть, не хотят или не понимают, что у них есть выгода от нового способа продаж. А если не пассионарен сам руководитель компании, есть ли какой-то способ его мотивировать? Если есть, например, группа людей, которые говорят, мы не можем жить по старинке, мы не хотим больше Excel, мы не хотим больше холодных обзвонов, мы хотим вот этот замечательный продукт. Мы хотим, чтобы вы внедрили. Как нам донести до нашего руководителя наше преимущество? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Есть руководитель, наверное, важнее всего это показатели, как зарабатывает у компании. То есть, если ему важны деньги, то и... В общем, отдел продаж, правильно понимаю? У нас есть средний показатель на продавца, сколько он делает действий для продажи. Вот, например, мы недавно считали для клиента нужно 20 встреч, чтобы сделать одну продажу. И внедрив инструмент, можно сделать не 20 встреч, а 5. Либо мы в 4 раза больше продаем, либо имеем в 4 раза меньше продавцов. То и то в деньги. Соответственно, можно объяснить выгоды внедрения CRM-системы просто в деньгах от уменьшения количества ресурсов требуемых или от увеличения производительности. Спасибо большое. Я пока больше не вижу поднятых рук. Ну что, тогда спасибо большое еще раз Дмитрию. Спасибо. 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 Спасибо.